1310 общественных наблюдателей в этом году следят за ходом голосования, как онлайн, так и на самих участках. Для этого в Барнауле развернули штаб общественного наблюдения. Второй год подряд штаб общественного наблюдения будет находиться по адресу Ленина 54 в здании Союза Армян Алтайского края. Почему именно Союз Армян, почему Ленина 54? То есть центр города, в центре не бывает, наверное, сами видите, нулевой километр. Второй момент – первый этаж. Не подвал, не пятый этаж, а именно первый этаж. Это доступность для всех категорий граждан. Напомним, уже несколько дней в Алтайском крае проходит досрочное голосование на муниципальном уровне. Выборы, которые проходят в Алтайском крае, они являются самыми масштабными в Российской Федерации по состоянию на сегодня. То есть у нас очень разветвленная сеть муниципальных образований и, соответственно, есть необходимость выбирать представительные органы местного самоуправления. По оценке наблюдателей, сейчас высокую активность проявляют избиратели в Краснощоковском, Завьяловском, Родинском, Немецком национальном районах. Менее активны – жители Егоревского, Романовского и Тогульского районов. Много людей пришло на избирательные участки Бейска. Кто как может, тот нас так и снабжает разным материалом в электронной форме. Нам шлют видеозаписи, нам шлют фотоматериалы, нам шлют даже аудиозаписи, кто не может справиться с видеозаписью. Дважды за смену наблюдатели информируют нас о наличии и отсутствии нарушений. Если какое-то нарушение зафиксировано, оперативно направляют нам видеозаписи, картинки и прочее. Это мы все отрабатываем с участием политологов, с участием юристов. Если признаки правонарушения, либо иных каких-то искажений мы видим, мы направляем в уполномоченные органы. Добавим, что в прошлом году в штабе общественного наблюдения не выявили серьезных нарушений на выборах. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.